Моё детство прошло в те самые 90-е. Трудное, но интересное время, когда бывшие жители СССР адаптировались к новой реальности. Многие события для белорусов происходили впервые, и весь мир словно открывался заново. Тем, кто застал 90-е, предлагаю сравнить свои воспоминания с сюжетами фотографий Олега Белоусова. Ну а детям 2000-х открыть для себя страницу нашей недавней истории в музее библиотеки имени Герцена. На выставке «Мои 90-е. Неглавные новости» представлено 30 черно-белых и несколько цветных фотографий, сделанных в Гомеле на Равлянском районе, Вильнюсе, Москве и Зеленоградске. Черно-белые фото выглядят более драматично и позволяют сосредоточиться на сюжете. Фото-зарисовки с натуры, путевые заметки и событийные фотографии рассказывают о судьбах людей и целой страны. Олег Белоусов заведует отделом фотоиллюстрации газеты «Гомельская правда», а также состоит в Белорусском союзе фотографов и союзе журналистов. В соседнем зале Герценки можно познакомиться с графическими работами Марины Скидан. Идею для необычных рисунков автору подсказала «Кофейная гуща». Чтобы изобразить очередной сказочный сюжет, кофейному мастеру достаточно заварить и выпить кофе, а затем внимательно посмотреть в чашку. Неповторимые фантазийные рисунки Марины Скидан отличаются легкостью и воздушностью, а каждую работу сопровождает авторский текст. А в областной библиотеке имени Ленина открылась выставка гомельской художницы Светланы Батраковой «Прикосновение к морю». В экспозиции морские пейзажи, которые отражают разные состояния морских просторов, а также настроения и размышления художницы. Кстати, вернисаж в арт-кафе приурочили ко Всемирному дню моря. Лабораторию «Элементариум» можно посетить в галерее Гавриила Ващенко. Интерактивная научная выставка разместилась в зале по проспекту Ленина. Гостей здесь ждут различные опыты и экспонаты, которые можно трогать, крутить и запускать. Среди них несколько моделей вечного двигателя и маятник Ньютона. Все желающие могут провести свой собственный эксперимент, например, стать человеком-батарейкой. Особенно интересно в таком музее науки будет юным посетителям, которые самостоятельно смогут познакомиться с законами физики, научными приспособлениями и механизмами. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова